volkswagen tiguan 20 года проходной тоже очень популярный автомобиль здесь на подбор 20 с половиной тысяч долларов полный привод вот с таким вот вин кодом светлый салон с критикой красивый монитор автомат климат-контроль без ключевой цвет тоже такой красивый каждому свое конечно но мне такой нравится светленький distronic volkswagen taos тоже проходной по нашему бюджету сегодняшнему 18500 здесь хотят на рынке 1.5 мотор экономной для растаможки 2022 года вот с таким вот вин кодом комбинированный салон точнее велюровый да тут кожи нету просто он так разным цветом автомат кнопочка старт-стоп монитор без тонировки тоже такой максимально светлый автомобиль выглядит красиво красиво аккуратно бмв x2 двухлитровый мотор восемнадцатый год 15900 здесь на рынке вот вин код 50000 миль пробег с раздвоенным выхлопом компактный небольшой toyota rav4 limited двадцатый год 2 и 5 мотор 50000 миль пробег 23 800 здесь на рынке вот немножко выше нашего бюджета но сейчас вот вин код покажу возможно при торгах все может быть он войдет в наш бюджет то есть это все торг штука непредсказуемая поэтому по каждому автомобилю индивидуально нужно общаться камера заднего вида комплектация limited красивый свет серебристый светлый здесь светлых машин не так и много если честно ну даже если так сверху посмотреть то все-таки большинство будет темных автомобилей и кстати еще передние парктроники тоже вижу дистроник комплектация бодрая бмв x5 3 литра семнадцатый год 19500 здесь на рынке вот таким вот вин кодом коричневый салон вот тоже для разнообразия покажу вам сзади парктроники камера заднего вида тоже присутствует такой вариант хендай туксон смотрите какой красивый 22 года хорошая комплектация 22 тысячи долларов полный привод 2 и 5 мотор 14 тысяч миль пробег синий цвет вот из южной кореи кстати можно заказывать автомобили не только корейского производства ну то есть я имею ввиду не только вот корейские бренды да там хендай киа шевроле можно также заказывать и немцев то есть вот audi mercedes бмв то есть это все как бы в южной корее тоже можно заказывать если кому-то надо автомобили без повреждений то есть так в таком случае можете звонить закажем вам из южной кореи под ключ либо здесь подбор по месту хендай санта фэд 2017 года 22000 миль пробег 14500 здесь на рынке стартовая цена двухлитровый мотор и вот такой вин-код хорошая комплектация дистроник передние парктроники без ключевой доступ кожа монитор полный привод полный привод камера заднего вида вот такие варианты тоже на рынке есть митсубиси аутлендер двадцать первый год проходной двадцать две тысячи восемьсот долларов стартовая цена здесь на рынке полный привод два и пять мотор двадцать три тысячи миль пробег и очень плохо видно вин-код вот такой вот тоже вариантик тряпичный салон монитор прикольный селектор переключения передач необычные красивые маленькие парктроники сзади вот такой вот вариант форт эскейп двадцатый год девятый месяц один и пять мотор тридцать пять тысяч миль пробег девятнадцать с половиной тысяч долларов проходной вариант вот с таким вот вин-кодом светлый салон с мониторщиком комплектация SE Subaru Crosstrek на полном приводе двадцать второго года двухлитровый мотор тринадцать пятьсот здесь цена на кавказусе вот таким вот вин-кодом велюр монитор есть подогревы сидений вот такой вот вариант вот такой вот вариант лексус nx 300 проходной двадцатый год одиннадцатый месяц два и пять мотор семьдесят семь тысяч миль пробег двадцать пять пятьсот ну это конечно уже да это не до двадцати естественно но не знаю решил почему-то показать вот опять-таки вот вин-код заявленная цена вот такая дальше надо общаться то есть кто реально готов купить да так же как и все здесь на рынке вот я если честно комплектация ф-спорт вот я если честно приверженец конечно того чтобы на рынке уже стояли цены скажем так более приближенные к цене на отдачу да то есть и потому что ну как не у всех скажем так принято очень там супер мега пупер торговаться да то есть есть вот люди там ну я не знаю может быть на кавказе это больше принято там еще где-то вот там ребята с казахстана допустим приезжают тут жестко торгуются там с киргизстана и так далее вот у нас как бы там в украинцев я не знаю ну в россии я думаю у нас похож менталитет и мы больше ну смотрим типа вот написано 25 да значит люди отталкиваются от 25 то есть вот этой цены я думаю для многих будет сюрприз если эту машину там ну в реальности я просто к примеру говорю да будут готовы отдать за 20000 то есть человек может посмотреть там 25 то не нафиг она надо а стояла бы там 20 допустим вот такого вот это круто классная цена там маленький торг допустим ну я просто говорю как у нас принято да то есть поторгуются но минимальный то есть нету таких больших торгов как здесь вот в грузии как бы и соответственно понятно что рассчитано ну опять таки не буду говорить конкретно за эту машину я в целом да рассчитано может быть где-то на лоха что кто-то не поторгуется и так далее то есть каждый зарабатывает как умеет но я просто говорю как бы с точки зрения покупателя то есть ну опять таки с точки зрения своей то есть возможно так как я размышляю не все так размышляют да то есть это прям целая традиция чтобы поторговаться за автомобиль ну я просто говорю свое мнение то есть я больше привык вот как ну по европейским там в той же литве например там торг присутствует но он как бы небольшой и не из-за того что продавцы зарабатывают очень много да из-за того что просто изначально ценник ну залаживается торг но не такой большой как здесь в грузии как бы и соответственно клиент уже видит сразу цену более реальную ну более приближенную к той которая будет на отдачу и сразу есть понимание как бы есть смысл общаться нету там понятно еще какой-то символический торг и все вот а здесь в грузии видите я вот чем дольше нахожусь здесь вот чуть-чуть по-другому принято то есть тут сразу ставят какой-то заоблачный ценник а потом типа давайте торговаться вот есть вот кстати бусики вот такие не знаю там есть кстати целая площадка этих бусов я хотел заехать тоже как бы показать меня спрашивали коммерческий транспорт да но я думал там будут и фургоны то есть вот как-то ну а там получается вот чисто вот бусы и в основном грузовые вот как и вот эти да и поэтому я так что-то подумал думаю ну хрен его знает вот 15 тысяч долларов вот такой бус мерседес и все грузовые вот это спринтер двадцать тысяч долларов да шестнадцатый год и вот тут цены нету тойота цшар восемнадцать пятьсот здесь на рынке проходная 2 литра мотор двадцать первый год второй месяц пятьдесят тысяч миль пробег комплектация XLE белый цвет светлый салон перламутровый цвет с переливом и камера заднего вида вот смотрите еще какая соната двадцатый год 1.6 мотор двадцать тысяч долларов вот здесь в наличии а вен-код вот такой вен-код опять-таки да вот то что я говорю как бы да можно взять пригнать допустим из кореи без повреждений предварительных по ценнику надо все посчитать смотреть то есть ну по-разному да может быть дешевле но надо ждать надо вкидывать свои деньги вот а здесь как бы вариант в наличии по месту поэтому смотрите кому как лучше если что звоните обращайтесь смотрите как еще красивый вариант вообще просто очень броско смотрится kia k5 21 год под завершение обзорчика да вот залетел такой варианте вообще бодрый 16 турбомотор 60000 пробег 17000 долларов вот таким вот вин кодом круто смотрится конечно опять-таки на вкус и цвет товарища нет как говорится да то есть это все понятно но красивый автомобиль выделяется здесь смотрите какой еще kia sorento вообще красивый тоже свежачок двадцатый год 85 миль пробег 2 и 4 мотор 15 500 долларов всего-навсего цене конечно вообще супер за такой год такой вин код и вот салон покажу там дальше плохо ну тут негде пройти поэтому такой kia sorento volkswagen tiguan тоже смотрите какой красавчик недавно заехал значит двадцать первый год девятый месяц 15000 миль пробег 2 литра мотор двадцать с половиной тысяч долларов серый цвет красивый монитор кожа такой вариант тоже присутствует здесь комплектация se полный привод без ключевой доступ это все ребятки что я вам хотел показать на сегодняшний день подписывайтесь на канал кто не подписан ставьте лайк за мои труды что показываем автомобили пишите опять таки какие автомобили показывать каких годов из каких стран смотрите то есть какие машины у вас проходные чтобы я мог более скажем так качественные обзоры делать для вас вот если кому то нужна помощь с покупкой приобретением и в растаможке автомобиля ну скажем с покупкой и подбором здесь на рынке в грузии с растаможкой в вашей стране звоните пишите то есть контакты ватсап будут в описании также занимаюсь пригоном авто из южной кореи целых автомобилей без повреждений тоже с маленькими пробегами в хороших комплектациях есть дизель есть бензин есть вообще газовые автомобили чисто газовый двигатель коробки автоматы в основном есть немецкие бренды есть корейские то есть различные да поэтому по корейцам тоже можете звонить обращаться но сразу говорю что по корейцам это нужно ждать и нужно платить как бы деньги вперед да то есть оплата как бы поэтапная но все равно то есть пока вы не заплатите допустим за тот же автомобиль который находится в южной корее мы его оттуда забрать не сможем поэтому все платежи будут скажем так вперед ну то есть вы покупаете автомобиль и потом его ждете да получается вот так вот растаможку понятно что вы платите потом доставку вы тоже платите потом но сама стоимость автомобиля в южной корее она платится сразу потому что по-другому автомобиль нам никто не отправит понимаете вот но если вы не хотите скажем так платить деньги вперед то вот пожалуйста вот такой вот большой рынок то есть автомобили которые в наличии взяли подобрали либо дистанционно либо в совместном туре оплатили здесь на месте рассчитались и поехали к себе домой все с вами был андрей канал джонас бизнес увидимся счастливо пока